Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пикташ и я рада вас приветствовать на канале Турецкий Язык с Нуля. Сегодня наше 43 занятие. Прошлый наш урок мы посвятили степеням сравнения. И сегодня наш урок отчасти продолжит эту тему. Мы поговорим о послелогах, которые с одной стороны имеют самостоятельное значение, а с другой стороны задействованы в предложении, где как раз мы сравниваем один объект с другим. И эти оба объекта оказываются одинаковыми. То есть ни один лучше другого, ни ниже, ни выше, ни быстрее. И мы не используем превосходную степень, где мы говорили лучше всех, выше всех. А мы сегодня говорим о том, когда предметы примерно одинаковые. В такой ситуации работает так называемая грамматическая конструкция системы равенства. Итак, мы знакомимся сегодня с послелогами гиби и кадар. И начнем, пожалуй, с кадар. Итак, значение этого послелога в системе равенства столь же или такой же. В этой системе работает именительный или нулевой падеж. То есть, другими словами, мы вообще никаких падежей в этой конструкции не употребляем. Ура! Ну и чтобы закрепить нашу радость, обратимся к примерам. Итак, моя невеста такая же красивая, как Мерлин Монро. Беним Геленим Мерлин Монро Кадаш Гюзель. Что мы здесь видим? Все очень легко и просто. Моя невеста Беним Геленим. Дальше называем объект, с которым мы сравниваем Мерлин Монро. Дальше добавляем кадар. То есть, такая же, на столь же красиво. И да, добавляем прилагательное Гюзель. Твоя машина такая же старая, как и моя. Так что не выпендривайся. Дальше говорим. Добавляем кадар. И также прибавляем определение. То есть, слово кадар, это не даром после лог. Оно идет именно за тем словом, к которому относится. Этот роман такой же длинный, как роман «Война и мир». Буроман, Савашве, Барыш, Романы, Кадаш, Узун. Напомню, что названия работают у нас по принципу относительного изофета, с которым мы знакомились. То есть, когда мы делаем такие связки, как овощной суп, спортивный зал. То есть, когда мы из существительного делаем прилагательное. Названия работают точно так же. В данном случае у нас была Барышве, Саваш, Романы, Роман, Война и мир. То есть, это не падеж, а именно связочка третьего лица, то есть, относительный изофет. При этом мы помним, что все нулевые после логи, кстати, хоть и не имеют никаких падежей, но личные местоимения у них переделываются в притяжательные. Можно вспомнить аналогичные после логи и Ле, С, и Хакнда, О. Вспомним, мы говорим Аркадаш и Ле, С, другом. Никаких падежей. Но Беним Ле, Со мной. То есть, Бен стоит в притяжательной форме, по сути, в родительном падеже. Беним, Беним Ле. Фильм Хакнда, О фильме, но Беним Хакнда, Обо мне. То есть, и здесь у нас будет работать точно такая же ситуация с нашим послелогом Кадар. О Бизим Кадар Генч. Она такая же молодая, как мы. Не Биз Кадар, а Бизим Кадар. Итак, думаю, здесь все легко понятно и просто. Переходим к следующему аспекту. Обратите внимание на то, что хоть мы говорим сегодня с вами о системе равенства, но если мы сделаем отрицательное предложение, то получится как раз неравенство. Например, ты не такая высокая, как я. Сен Беним Кадар Узун Ди Ильсин. Сен Беним Кадар. Вот он наш Бен стоит в притяжательной форме. Беним Кадар. То есть, вроде такая как. А потом говорим Узун Ди Иль. То есть, отрицаем сразу наше предложение. Бен Онун Кадар Аклы Ди Ильим. Ма Али Сэф. Я не такая умная, как он или она. Онун Кадар Аклы Ди Ильим. Отрицанием Ди Иль мы отрицаем сразу все предложение. Еще наше слово Кадар может переводиться предлогом С в сравнительном значении. Например, Бен Гёль Кадар Хавусу Гёрдюм. Я видел бассейн размером с озера. С озера. То есть, вот это наш Сэ. Это предлог не творительного падежа, а именно сравнительный. Похожее на что. Ну, например, у этой собачки размер скота. Бу Кёпиин Кеди Кадар Бую Ваш. Кёпиин Бую. Рост собачки. А что за рост? Кеди Кадар. Размером скота. И не менее важная функция. У слова Кадар есть еще за рамками системы равенства. То есть, мы его используем не только в этом случае. Если мы это слово сочетаем с цифрами времени, веса, пространства, то есть, какие-то показатели количественные, то получаем предлог приблизительности. До или около. Около. Смотрите. Бир хафта кадар чалыштык. Мы работали около недели. Бир хафта кадар. Около недели. Бен ерми алыштырма кадар яптам. Я выполнила около 20 упражнений. Точно не знаю сколько, но примерно 20. О нун бую и кеметре кадар. Его рост около 2 метров. Примерно 2 метра. Или до 2 метров. Все просто и легко. Запомнили. Увидели циферку. Увидели наш кадар. Увидели, что это какая-то степень мера, веса, пространства, времени. И сразу понимаем, что это значение около. Ну, например, еще. О, ермит дакика кадар сонра гитти. Он ушел примерно через 20 минут. После лог кадар может управлять, это очень важно, запомните это, пожалуйста, дательным падежом. Мы говорили всю дорогу сейчас о нулевом падеже. То есть падежей не было. Он может употребляться с дательным падежом. В такой ситуации у него есть синонимы. Это еще два послелога. Послелоги дек и дин. Они практически вышли из употребления. Их практически нигде не слышно. Но вдруг, если вы с ними встретитесь, то имейте в виду, что это синонимы. Послелога кадар. Так вот, этот союз с дательным падежом указывает на конечный пункт во времени и пространстве. И переводится тогда четко словом до. До работа я добралась на такси. До какой точки. До 10 часов я учила турецкий. Я занималась турецким языком. До 10 часов. До 10 часов. До сегодняшнего дня я всегда тебя прощала. А вот больше не прощу. То есть, это была последняя точка. Вот до сегодняшнего дня. До какого времени ты работал. То есть, еще раз, если вы увидели послелог кадар с дательным падежом, он показывает у нас конечный пункт, конечную точку до какого-то момента времени или пространства. Ну и мы с вами переходим к послелогу гиби. В нулевой форме, то есть без падежей, после логики би, очень похож на только что изученный нами кадар. Он переводится союзом как или сочетанием так же как. Столь же как. Отличие его от кадара будет следующим. Он не показывает полного досконального сходства. Вот кадар показывает, что все абсолютно так же. Вот точно так же. Он просто показывает на схожесть предметов. Не забываем, что местоимения у нас с гиби работают так же. То есть, они стоят в притяжательной форме. И посмотрим на примеры. Сен беним гиби гюзель шарк и сюль ёрсун. Ты как я хорошо поешь. То же самое мы могли бы сделать с кадар. Сен беним кадар гюзель шарк и сюль ёрсун. Но в чем будет разница? В первом случае я хорошо пою и ты хорошо поешь. То есть, оба мы это делаем хорошо. Но при этом я могу выступать на сцене в театре, а ты петь дома и в душе. То есть, все-таки качество в разнице какое-то есть. То есть, ты хорошо поешь и я, но я это делаю профессионально. Во втором случае сен беним кадар гюзель шарк и сюль ёрсун. Ты поешь точно так же хорошо и профессионально, как и я. Есть еще такой пример, очень яркий. О, сынин гиби генч бирчуджук. Он, как и ты, молодой парень. О, сынин гиби генч бирчуджук. То есть, ты молодой и он молодой. Оба вы молодые, но при этом тебе может быть 18, а ему 23. То есть, вы оба молодые, но разница в возрасте у вас есть. Это не слово кадар. Это, вот данная ситуация, это как раз по свелок гиби. Мы также это четко можем увидеть с примерами о росте. Сценин кадар узун или сценин гиби узун. Если сценин кадар, то, грубо говоря, там ты метр восемьдесят и ты метр восемьдесят. И вы абсолютно одинаковые. А если сценин гиби, значит один может быть два метра, а один метр восемьдесят. Оба они высокие, но разница между ними будет. Если мы наш гиби употребляем с глаголами, то получаем уподобление или сходство, которое переводится союзом «как» или словом «словно как будто». Ну, что это значит? Например, Не ори словно взбесившийся, используют люди, когда кричат друг на друга. Баарма не кричит «кудурмущ киби», как взбесившийся, словно бешеный. Положительный пример. О, джей лан гиби кощуёр. Там девушка бежит и говорит, ой, она бежит как кантилопа, прям как горная косуля. То есть мы уподобляем кого-то чему-то. Либо ребёнку, либо животному, либо, да, то есть у нас идёт уподобление. Как словно? Вот по большому счёту, собственно, на этом всё. Кадар и гиби очень похожи друг на друга, но я думаю, что вы поняли их различие, чем они отличаются. К тому же мы помним, что кадар у нас используется с дательным падежом и имеет особую функцию, да, определяет конечную точку. И, конечно же, мы можем его встречать ещё в вопросах. Например, НЕ кадарь. Сколько? Насколько? Или до чего? НЕ РЕ кадарь. Докуда? До каких пор? И, естественно, нам встречается это слово в указательных местоимениях. БУ КАДАР. Столько, вот столько, только. И О КАДАР. Настолько. Это всё выглядит очень размыто. Красивее всего посмотреть, естественно, на примерах. Ах, НЕ КАДАРЬ ГЮЗЕЛЬ БИРКЫС. До чего же красивая девушка? НЕ КАДАРЬ ГЮЗЕЛЬ. Да, до какой точки она красива? НЕ КАДАРЬ ГЮЗЕЛЬ. До чего же красивая? НЕ КАДАРЬ ИЮТЮРЧЕКОНУЩА БИЛЁЁЩСУН. Насколько хорошо ты можешь говорить по-турецки? НЕ КАДАРЬ ИЮТЮЦЁРЧЕКОНУЩА БИЛЁЁЩСУН. Допустим, вы пришли в магазин, замечательная чайная лавка, чай, кофе, специи, и вам продавец говорит. БУ КАДАРЬ ГЮЗЕЛЬ. НЕ КАДАРЬ ВИРИМ. Этот кофе очень хороший. Сколько мне вам положить? Сколько вам дать этого кофе? НЕ КАДАРЬ ВИРИМ. Сколько? Ну и, естественно, обратите внимание, что мы употребляем этот послелок с неисчисляемыми существительными. Кофе, чай, соль, жидкости. То есть то, что мы не можем посчитать поштучно. Если предметы посчитать можно, яблоки, ручки, машины, то это у нас ТАНЕ, штука. КАЧ ТАНЕ, говорим мы. Сколько штук. Ну, возвращаемся к КАДАРЬ. ХАВА БУГЮН НЕ КАДАР СИДЖАК. Какая ж сегодня жаркая погода. Невозможно. НЕ КАДАР СИДЖАК. До чего жаркая? НЕ ДЕНА АХМЕДЯ АФЕТЬ МЮРСУН. У КАДАРУ ЗЮЛЁЁРКИ? Почему не простишь Ахмеда? Он ведь так расстроен, он так переживает. О КАДАР УЗЮЛЁЁРКИ? До такой степени он переживает. БЕН, О КАДАР КАЗДЫНКИ? Я так разозлилась. Прям слов нет. О КАДАР КАЗДЫНКИ. И думаю, вы все обратили внимание, что появилась какая-то частичка КИ. Мы её уже встречали, но совсем в другом значении. Она в этом случае просто передаёт эмоции, подчёркивает предложение, усиливает какое-то качество. Часто она остаётся вообще без перевода. Или мы переводим её частичкой ЖЕ. Я ЖЕ так разозлилась. Он ЖЕ так переживает. Вот это ЖЕ, это частичка КИ. Ну и на этом с вами мы заканчиваем. Думаю, что тема была полезная. Это встречается сплошь и рядом. После логики КАДАР и ГИБИ, я думаю, вы уже слышали много раз и задумывались, что же они обозначают и как мы можем их употреблять. Тема, надеюсь, была для вас полезная. Я надеюсь, это было так. Не забываем ставить лайк. Не забываем подписываться на мой канал. Не забываем подписываться на группу ВКонтакте. Я, как всегда, жду вас в следующих уроках. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok